Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инстатв, в студии Анна Касаткина. Черный понедельник завершился, начался вторник, ну и он черный. Пятый день повсеместного обвала на фондовом рынке сопровождается непрекращающейся паникой. В ходе вчерашних торгов индекс Шанхай Композит упал на 9%, сегодня его снижение составило 4,3%. Снижение индекса вызвано тем, как власти Китая восприняли решение воздержаться от новых мер для поддержки акций после того, как на минувшей неделе рынки опустились на 11%. Опасения относительно замедления китайской экономики и дальнейшего ослабления юаня оказывают давление на рынок акций Китая. Также медвежий настрой демонстрируют индексы Европы. Немецкий DAX упал более чем на 7%, французский CAC 40% просел на 8%. Британский FTSE 100% просел на 6%. Не отстает и рынок США. Индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq Composite просели более чем на 7% после открытия. Финансовые рынки пришли в недоумение после того, как Пекин девальвировал юань 11 августа, спровоцировав распродажи акций сырьевых товаров и активов развивающихся рынков. Продолжающееся падение на мировых рынках и снижение стоимости доллара провоцируют удорожание золота за счет растущего спроса. В ходе торгов на подразделения Нью-Йоркской товарной биржи Комекс фьючерсы на золото с поставкой в декабре достигли 1169,5 долларов за тройскую унцию, внутридневной максимум, торгуясь на уровне 1165,10 долларов в ходе утренней сессии в Нью-Йорке, поднявшись на 5,3 и 0,48 доллара соответственно. Драгоценный металл вырос в цене также на фоне ослабления валюты, в которой динаминирован сам торговый инструмент. Американский доллар потерял интерес инвесторов, поскольку опасения относительно здоровья мировой экономики привели к прогнозам, что ФРС США не станет менять ставки до окончания текущего года. По мнению некоторых инвесторов, ФРС может отсрочить повышение процентных ставок в следующем месяце, поскольку руководители Центробанка, вероятнее всего, остались обеспокоены ростом глобальной экономики и инфляционным давлением из-за неожиданного решения девальвировать юань и снижения цен на нефть. Задержка в повышении ставок зачастую ведет к росту спроса на золото, так как падает относительная стоимость удержания металла, позволяя инвесторам получать повышенную прибыль.